Всем приветики, ребятки! С вами Натали, и сегодня к вам пришла со своей любимой рубрикой. Это примерка вещей с Алиэкспресс, ожидания и реальность. Вау, как круто! Я хочу, хочу, хочу! А потом приходит либо такое же, либо ну такое. Ссылки на все-все-все вещи я оставлю в описании этого видео. Если вы заинтересовались, то чекайте внизу. Мы, наверное, начинаем. Если вы любите такую рубрику, вы знаете, что можно сделать для поддержания этой рубрики. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой инстаграмчик, потому что именно там я появляюсь сейчас намного-намного чаще, чем на ютубе. Все вещи я примерила до съемки видео, поэтому могу вам сказать свое полное мнение, впечатление. И начну я сегодня, наверное, вот с такого платья толстовки. Здесь как будто пришито к толстовке джинсовое платье. Когда мне попался этот товар, я сразу заинтересовалась. Я думаю, как-то интересненько это выглядит. Сразу скажу, что единственное, чуть-чуть коротковато. У меня рост метр шестьдесят три. Ну, конечно, оно не критично совершенно. Я планирую, потому что носить это с плотными колготками. Но имейте в виду, если вы высокого роста, то вам, наверное, будет это коротковато. В комплекте к этому платьишку идет ремешок. Он не прям ваушный и качественный, но, в принципе, сойдет. Вот такой вот черненький, обычный. Мне очень понравилась ткань самой этой толстовки. Она, в принципе, такая натуральная, к телу приятная. То есть, это не какая-то противная синтетика. И она, кстати, не утепленная. Это просто такая обычная толстовка, в принципе, которая подойдет на вот летнее даже время, если вечером прохладно. Кармашки на груди. То есть, они существующие. Но единственное, их нужно распороть, потому что здесь они прям пришиты. Впечатление о вещи положительные. Оно хорошо сидит, хорошо смотрится. Это качество просто очень крутое. На момент заказа эта вещь стоила 1589 рублей. Все цены, я говорю, именно на момент покупки. Так, дальше. Вы, наверное, помните вот этот топ из распаковки. Кто-то написал, что это потрясающий оттенок, и ты будешь как русалочка Ариэль. Кто-то написал, что это цвет навозного жука. Ну, в общем, мнения разделились, ребята. Но так или иначе, я вам хочу уже сказать свое мнение, я померила. Его я боялась, что у меня грудь сюда не поместится. Хо-хо-хо-хо, Наташа, ты что там, хвастаешь своей грудью? Нет. Но она сюда еле-еле поместилась. Ну, чтобы, скажем так, было удобно. Ну, это может даже и к лучшему, потому что она так держится очень хорошо за счет нижних вот этих вставок. Грудь действительно поддерживается. Я многое не ставила на этот топ. Я думала, что, скорее всего, будет какая-то фуфляндия. Если честно, не знаю почему. Потому что, кстати, стоит он 373 рубля на момент покупки. То есть, это прям дешево. Я думаю, ну, наверное, какое-нибудь дерьмо придет. Но нет, я надела и такая, ого, это смотрится просто шикарно. Я очень хочу подзвивать этот топик, не знаю, какие-то мероприятия. Может, сверху, чтобы был пиджак. То есть, такие летние вечеринки там или что. Ух, да, жду приглашений, жду приглашений. Здесь не торчат никакие нигде ни нитки, ничто нигде не отклеивается. Сделано все прям по уму. Знаете, за такие деньги, я считаю, это шикарная вещь. Красиво смотрится. Низ вот так вот обтягивает ваше тело. Да, здесь как-то прорезинено. И сзади такая качественная, хорошая молния. Это тот случай, когда ожидал, что придет, скорее всего, какая-то какаха. Но тебе приходит шикарный топик. И ты такой, хм, а что, так можно? Алиэкспресс, давай так почаще. Короче, прям я рада и очень довольна этой вещью. Дальше у меня идут две курточки. Я решила себе заказать курточки, которые идут из перехода весна-лето, лето-осень. Ну, такие, в общем, ветровки, которые можно будет накидывать, когда на улице прохладно. Первая курточка идет вот такая серая. Цвет такого, не знаю, мокрого асфальта, что ли, после дождя. Но у нее есть фишка такая интересная. Это внутренняя часть ярко-салатового цвета. Ну, я как-то посмотрела на фотографиях Алиэкспресс. Мне очень понравилось, как это выглядит в сочетании вот именно серый и салатовый. Внутри тоже, кстати, салатовый оттенок. И вообще сама по себе она представляет собой словно укороченный плащик, парка. Интересно, еще есть деталь, то, что верх куртки вот так как бы оттопыривается. То есть он идет как будто сверху накидочкой. И вы можете, в принципе, выделять талию. Правый карман это существующий карман на груди. А вот левый это карман обманка. Есть и обычные карманы, но смотрятся они как будто это карманы через верх. Но на самом деле это кармашки вот так вот по бокам, чтобы ручки было удобно засунуть. И что-то подсказывает мне, что ткань здесь такая, наверное, непромокаемая, скорее всего. То есть когда пойдет дождик, там будет моросить. Это все будет по вам вот так вот скатываться, и вы не намокнете. И еще очень рада, что здесь глубокий капюшон. Я люблю именно такие капюшоны, в которых ты тонешь, ты надеваешь, и ты такой, хоп, под козырьком, как будто под крышей. Такая курточка на момент заказа стоила 5092 рубля. И еще одна куртка идет вот такого красивого мятного цвета. Он вроде бы салатовый, но он так смягчен, и он прям таки молочненький. Больше. Тоже такая ветровка, довольно уплотненная для тех самых прохладных вечеров. Кстати, я прохладу люблю намного больше, чем жару. Напишите в комментарии, вы любите, когда жарко или все-таки прохладно. Я вот второй человек, я не люблю, когда дубак, но я не люблю, когда жара. И у нее есть несколько интересных фишек. Например, это довольно широкий подол, который сзади выглядит еще и как такая, ну, типа шотландская клетка. И вот эта клетка выглядит словно у вас пододета под курточку рубашка, и она высовывается сзади. Даже ткань такая рубашечная вот здесь. Еще одна фишка, это двойная молния. То есть одна молния раз, и вторая молния внутри. Как бы это несет какой-то функции, наверное, в куртке. Просто, ну, как-то забавно выглядит. Типа можно, допустим, первую молнию застегнуть до конца, а вторую до середины, и у вас будет выглядывать одна молния из-под другой. И это будет интересно выглядеть. У этой курточки есть небольшая регулировка низа, то есть его можно так как бы сжимать, чтобы не сильно, наверное, матерочек поддувал. И снова большой капюшон на затяжках. Капюшон здесь такой, как вот, ну, как в толстовках, короче. В общем, мне прям понравилось. И, кстати, рукава тоже как у толстовки. Прям такие манжеты, или как это называется. В общем, ребята, вы поняли. Качество просто шикарное. Все прошито идеальнейшим образом. И очень мягкая, приятная ткань. И такая курточка стоила 4409 рублей. Теперь у меня снова идет топик болотно-серого оттенка. Не знаю, как бы вы назвали этот цвет. Слушайте, он сейчас сочетается с моим платьем. Мне кажется, да, это какой-то зеленый-серый. Мне нравятся вот такие зеленые оттенки. Они прям приятные глазу. Я бы не сказала, что повседневные, потому что в нем есть такая искорочка какого-то праздника, торжества, благодаря вот этим рукавам, которые представляют собой, не знаю, фонарики. Интересно это очень выглядит. И сам топик будет прям обтягивать ваше тело. То есть он подчеркнет вашу грудь, вашу талию. То есть прям будет такая конфетка обтягивающая. И вы будете смотреться еще более утонченно и хрупко за счет того, что вот эти фонари огромные по бокам. То есть вы обтягивающие сверху, вас так бух. И вы смотритесь из-за этого еще худее и стройнее. Это действительно работает так. Обман зрения некий, в общем. Я пока не решила, куда я надену топик. Но качество у него прям очень хорошее. Оно меня порадовало. Это такая приятная тянущаяся маечка. А вот эти бантики мне напоминают о... Снова сейчас скажу детстве. Ну короче, о бантах из детского сада на утренник, который мне мама там надевала. Вот они примерно из этого самого материала. Конечно, перед ноской нужно будет постоянно отпаривать эти рукава, потому что они мнутся. Но ради такой красоты и не жалко, как говорится. Короче, да, жду какую-нибудь фотосессию в этом образе. На момент заказа этот топик стоил 1164 рубля. Во. Ну и последняя вещь это штаны. Вообще, я очень редко заказываю штаны с Алиэкспресс. Потому что... Ну, мне тяжело их подбирать. Потому что бывает вот типа сверху нормально, а снизу как-то уродско. Или по ногам село хорошо, а сверху как-то странно. И задница там выглядит и так, и сяк. Ну короче, мне очень тяжело подбирать штаны, не видя, не меряя этих штанов в магазинах. Но тут я что-то рискнула. Рискнула! И самое главное, знаете, ребята, я не пожалела. Как только я надела эти штаны, я поняла, что ни хрена себе я увязалась. Потому что они идеально сели на меня. Просто идеально. Типа, когда такое было? Короче, такие типа вельветовые вот нежно-фиолетовые штанишки. Я просто люблю фиолетовые. Фиолетовые это один из моих самых любимых оттенков, кстати. Да. Вот. Какого цвета вещей у вас в гардеробе больше всего? Прям больше всего? Мне почему-то кажется, что вот у меня голубой, песочный и, наверное, фиолетовый. Идут кармашки спереди, кармашки идут на попке сзади. Вообще, люблю штаны именно с кармашками на попке. Потому что, когда их нет, задница смотрится какой-то бесформенной. Это всего лишь мое мнение. Там вы никто не обижаетесь. Ну, я так считаю. Короче, здесь можно еще сделать подвороты. То есть, в принципе, они длинные и с подворотами смотрятся тоже очень хорошо. Я уже попробовала, посмотрела в зеркало. Есть также петельки, чтобы продеть ремешок какой-то. В принципе, обычная клепка и застежка. Хорошая такая плотная, добротная, я бы сказала, молния. И очень приятная мягкая ткань. Словно какой-то мягенький плюшевый мишка. Это размер М. М. И у меня, кстати, еще есть место. Короче, я даже в шоке, насколько это крутые штаны оказались. Я такого не ожидала. Правда. Может быть, посмотрю что-то еще у этого продавца. Если у него еще какие-то брюки или штаны, то что-то еще у него прикуплю. Потому что я думаю, что должно быть ок. Если брать у него же. А так вообще, штаны с Алиэкспресс, это всегда такая рулетка для меня. Поэтому я редко играю в эту рулетку. Но в этот раз, как видите, решила. Такие вот заказики у меня сегодня были. Надеюсь, вам что-нибудь понравилось. Если да, то что. И вообще, если находите интересные какие-то вещи с Алиэкспресса, особенно необычные, то обязательно присылайте мне ссылки. Я уже несколько раз совершала заказы по вашим находкам. Огромное вам, кстати, спасибо за это. Ну и спасибо за просмотр. Я с вами прощаюсь. Целую вас всех. И пока.